Уже МКБ-10 это классификация, в которой нет заболеваний, а есть синдромы и симптомы. А следующее, которое будет принято у вас раньше, чем у нас, это будет вообще синдромальная классификация, в которой будут только симптомы. И если в МКБ-10 вот для такого узенького круга случаев еще сохраняется понятие шизофрении, то в ДСМ-4 уже даже близко ничего похожего. Это ваша глубочайшая ошибка. Мы не лечим заболевания по приказам наших Минздравов. Мы и лечим-то симптомы уже давно, секунду, по приказам. Но когда вышла классификация МКБ-10, дыбом стали кафедры психиатрии, которые нас готовят. И сказали, как это мы откажемся от концепции шизофрении? Да ни за что. И поэтому и меня, и доктора Кузнецова учили одинаково. В конце 80-х годов. Мы с вами в уме будем лечить шизофрению? В уме. А в истории болезни будем писать эти симптомчики из МКБ-10. Нет давно никаких в приказах заболеваний. Нет нозологической психиатрии в мире. Она есть у нас в уме. Я же объясняю, что это форма паранойи. И с этим борются люди. И я уверен, что есть такие доктора Кузнецова. Но он же не может выжить, потому что ему уже вновь пришедший главный врач, которому некогда, который бюджет пилит, направленный на это, ремонты бесконечные. У него другой задачи нет. Ему плевать, что там в этих детских отделениях происходит. Лишь бы все было тихо. Он ему просто тупо сунет вот так. Стандарт. И скажет, ты был должен назначить вот это, вот это, вот это. Тут такая фиговина существует мелко. Что если больной на вас пожалуется, что вы навязчивая мытью рук, психотерапией лечите. И скажет, не вылечили, то это подсудное дело, потому что вы нарушили приказ Минздрава. Понимаете, какая штука? Это же все, что я рассказываю, оно же существует не только в умах врачей. Хотя большинству врачей выгодно. Ну, сами подумайте. Есть одно заболевание, но, правда, у него много форм. И там, в общем, в общей сложности штук 15 препаратов. И вы вот так к одному заболеванию, вот так линейкой двигаете 15 препаратов. И считаетесь великим душеведом, и человека знаем. И у вас взгляд такой, психиатр такой. И это за два месяца можно на курсах повышения квалификации выучить. И слава богу, что нет. Ну, просто понимаете, вот у нас последняя реформа здравоохранения, московская. Когда взяли и слили больницы в кусты. Над этими кустами поставили новых главных врачей, получающих по сравнению с врачом обычно в 10 раз больше. И главная их задача контролировать стандарты выполнения. И что я сделать-то могу? Я как бы у меня вот, я пишу какое-то лекарство, у меня список нейролептиков. Нет, это в общем другое. Да, да, но на самом деле я думаю, я не знаю, честно. Я могу только, я просто думаю, что мы, я так, мне не дают люди вот сходить в любимые мной с детства киевские церкви. Я все время лекции читаю, правда. Вот. Это так, это вилы в бок. Я хочу сказать, что я просто, знаете, на что сужу? Вот я просто удивляюсь, до какой степени сувениры на Майдане и на Красной площади одинаковые. Просто как будто не уезжал никуда. И новая архитектура одинаковая. Вот. Я там, да, я даже не буду перечислять одинаковости. Я думаю, что и психиатрия примерно, примерно одинаковая. И я хочу сказать только одну простую вещь. Конечно, конечно. Вообще, у нормального врача всегда возьмется протест против тупого стандарта. Но его же посадят в тюрьму. А гарантировать успех психотерапии он не может, понимаете, какая штука? Не может. И поэтому до тех пор, пока мы системно, системно этого не поймем, все останется там же. Да, конечно. Можно? Да. У меня два вопроса. Один из-за нас связанных. Спасибо вам очень интересное, что у нас, который вы видите. И мне интересует Ваше мнение к поводу детей и вообще роли родителей в этой системе. Почему родители, минуя аминолога, и каким-то другим способом, в частности, обращаются туда на такую лучшую психиатр. В какой-то определенной ситуации. Это первый вопрос. А второй вопрос, который, кстати, на такой момент, когда работала реабилитационные центры, не какие-то физические улучшения. И вот когда есть вот эта органическая, что-то сказали, что, да? Но при этом, как вот ограничить в этом понимании, сохранить рекруду то, что у него есть, и не дать его действительно кумирозными препаратами, в том, часть, которая была вывода, да, в ограничении. А решили, в первую очередь, в его возможности, социализацию, все, что там, потому что родители в этом моменте решают ответственность, которые передают докторам, и оттуда ты считаешь, что это решение о твоем вопросе? Ну, конечно, мы все хороши, да. Ну, известно, ваше мнение, вы говорите не только о врачах, и... Хорошо, хорошо, конечно. Ну, понимаете, какая штука, да. Я считаю, что ваш вопрос относится к первородному греху. И, более того, ответом на него является такая фраза «это первородный грех и есть». Ну, вдумайтесь, да, если кому-то интересно, сами спрашивайте, уж теперь терпите, что я отвечаю. Я же этот, любый гость, вот. Я хочу сказать, что... Что такое быть как боги? С точки зрения юных, юных, Адама и Ев, вечно юных. Это значит всем управлять, всеми командовать и ни за что не отвечать. Правда? Что для этого надо сделать? Да, согласен. Лучше психологам. Да, да. Я хочу сказать, что... Для этого им всего-то навсего все, что надо было сделать, это сожрать яблочко познания добра и зла. Вы обратите внимание, как идея и форма яблочка вообще похожа на таблетку. Чего хотят родители? Чего хотят психологи? Я смеяться могу до бесконечности. Ну, представляете себе? Ну, правда. Пока был жив Александр Романович Довженко, пресной памяти. Шесть миллионов человек прошло процедуру кодирования. Ну, простите, большей глупости, чем эта процедура, на свете даже придумать нельзя. Он же это, двумя пальцами пережимал вот здесь выходы глазных нервов и заливал в рот детскую заморозку для зубов. Хлоротин. Она с тех пор стала жутко дефицитной и дорогой. И все. 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 Но была еще одна потрясающая история. Только что умер, ну, мой коллега по радио России и, в общем, любимый детский писатель Успенский, который в свое время, ну, в общем, вылечился от алкоголизма и боготворил его всю жизнь у такого столбуна, которого знают меньше, чем Довженко. А я в свое время ездил к ним к обоим. И к Довженко-Феодосию, и к столбуну в Питер. Довженко подал заявление, по-моему, в Госплан о том, что он разработал простой этиопатогенетический метод лечения алкоголизма. Что делал Довженко? Он был такой красавец, красавец. Правда, большой такой, полный мужчина, с античным профилем. Я всегда завидовал. У меня это... Он выходил на сцену, простирал руки и говорил, я пришел вас спасти, вытащить вас из грязи, сделать вас людьми. Так он минут 30 читал эту лекцию, временами вводил гипнотический момент тем, что ронял неврологическим молоточек на стол. А потом он по одному заводил занавесочку и там, значит, давил на глаза и брызгал в рот хлоретилом. И человек не пил, сколько скажет. Почему я начал разговаривать про Столбуна? Потому что в Питере, довольно далеко от Феодосии, конечно, в заброшенном сарае, у Довженко был дворец, сталинские санатории ему дали под это дело. В заброшенном, заблеванном сарае Столбун тоже лечил алкоголизм. Что он делал? Он был маленький, черненький такой, в больших очках, почти с хвостом. Он выскакивал на сцену в грязном халате и кричал, суки поганые, пазлы сволочи опустившись, я вас сейчас растопчу, я буду ходить по вашим яйцам ногами, вы будете плевать и рыдать. Потом он заводил за занавесочку. И люди, я на полном серьезе, это 80-е годы, я же это своими глазами видел. Догадайтесь, что он делал за этой занавесочкой. А? Нет, еще интереснее. Кто догадается первый? А? Нет, он ставил человека в позу а-ля ваш, брал тот же самый хлорэтил и заливал его куда? В прямую кишку, надавливая на выходы этого самого параректального нерва. И больной делал, а-а-а-а, и не пил, сколько ему, да, сказано было. Как бы вам выразиться помягче, чтобы, да. Я хочу сказать, что обратите внимание, эти процедуры так или иначе прошло 8 миллионов человек. Сколько сейчас в Киеве населения? Два населения Киева. Как бы я хочу сказать, что это такое. Нам хочется, чтобы все было просто. Поэтому нас можно считать психически больными всех. Нам хочется сожрать яблочко, ну пусть зеленое, пусть червиво, пусть горькое, как блин. Ну, чтобы все проблемы ушли сразу. Нам не хочется тратить усилия. Был такой Шандер Ференци, он в свое время написал большую статью 20-е годы прошлого века о так называемом возрасте детского всемогущества. Так хорошо, когда-то кто-то знает очевидно. И там он описывал, как ребенок в определенном возрасте, от 5 до 7, чувствует себя всемогущим. Он управляет родителями богами, манипулирует ими. А родители приносят ему все, что он хочет. И он хочет этого потом всю жизнь, никак не понимая, что это детские феномены, это инфантилизм. Он хочет быть самым лучшим и не делать для этого ничего. Чтобы это описано как иррациональное убеждение. Правда, девушки? Базовое. Но вполне может согласиться, там, я не знаю, натереться какой-нибудь мазью. Сожрать какое-нибудь яблоко. Покурить какую-нибудь гадость. Лишь бы почувствовать себя, ну хотя бы ненадолго всемогущим. Лишь бы стать как боги. Вот ведь в чем змеев соблазн. Стать как боги. Быть самым лучшим максимально простым способом. Я помню, я когда начинал проводить психологические тренинги для врачей. Представляете, какой идиот. Просто ужас. Ну там, опять же, с кем-то получалось, с кем-то не очень. Ко мне потом после тренинга доктора подходили и говорили, Геннадьевич, схемку мне какую-нибудь дай. Ну нарисуй мне схемку простенькую, чтобы я мог раз-два. И у нас нынче и психологи начинают становиться похожими на психиатров, потому что они ищут раз-два. Вот какую-нибудь схемку дай, дай схемку. Найди, чтобы я там, эх, эх, и все у него прошло. Это и его запрос, и мой. Мы оба хотим яблочко. Ну таблеточку, таблеточку. Тетя Мань, там я знаю, у тебя депрессия была. Ты какие таблеточки пила? А, галоперидол, хорошо. У тебя не осталось? Дичь, но я и такое встречал. Как бы одним из главных принципов жизни Будды является принцип «Ничего не бывает сразу». Это вторая огненная надпись, которую можно написать у себя под лбом. И жить становится легче. Вы знаете? Если делать каждый день понемножку, все будет. Это, хотите, это основной принцип реабилитации. Каждый день чуть-чуть делаем, все начинает меняться. Пытаемся сразу, ни хрена не получаем. Вот, опять, это же простейшая идея любой реабилитации. Мы расширяем возможности. И стало быть, блин, как только мы говорим о 12-шаговой программе по лечению алкоголиков, то сразу понимаем, она направлена на ограничение возможностей. Да, каждый день я начинаю с того, что начинаю раскачиваясь в группе петь. «Я больной, я безнадежный, и только вместе с братьями по анонимным наркоманам я могу». Все. Это не реабилитация. Мы не расширяем. Ага. Конечно. Только тогда идите сюда, к микрофону, ладно? Есть, да? Хорошо. Уважаемые присутствующие, я поделом обучаю здесь. Я юрист, высшая назовая. У меня тепло с отличием в школах милиции офицерской. Я был официальным милицией. Вовремя службы. Звали старшим лейтенантом милиции. Великолепос, я вам проявил ГАИ. Я выявил в советское время, в 83-84 год, систему преступлений, вся. Систему. То, что единичный факт, мы обещали в связи с кранино-машины, она была пройдена в городе Москве, в доме двухотдельных документов, завестировал. А я выявил, я доложил об этом в Москву, проезжал инспектор уголовного розыска, хозяин машины, но дело покрыто. Потом, я выявил, как начатый гриб города, мы летом, это называли Шанин, решил одновать из своего достоперения на воду за правильное туристовое состояние, а его попросили, хороший человек надо отдать, а мне отдать немного достоперения, потому что поставление завестировано, он, мэр, я служил, говорит, «Поди, мэр, расскажешь, потерял обосновение, выявите себя, ты тут выгодничаешь». Я от кому не обратился, я же не знал, он не подписал ему справку, что права не лишался. А я же подвинул этой справкой с печатью, выгодил ему выгодничать, а через две недели, когда на компьютерах не было, на 84-й год, пришли на триады с грани, на лишенных прав. Я регистрирую, а память хорошая, на этих дом с отличием, в школе Агаринской, и я вспоминаю, посетил, «Поди, мэр, расскажешь, что он не лишался прав». Я к начальнику говорила, «А как вы подписали мне справку?» «Что он не лишался прав?» «Я же юрис, это же преступление, злотоподобие сказанное положение». А потом я в это время, когда я систему, выгодничаю вам до школы, как и в РДЕ, это допустим, с процентом, ты сейчас светитесь без влечения на курсы, за взятки. Кроме того, явные факты врачи больниц выдают водителям справки бездонной регистрации, бездатной вытачи. А мы же на ней эти справки смотрим, а увидели право, что они управляют автомобилем. А почему бездонная регистрация? Почему бездатной вытачи? Да потому, что у меня есть правки, получали за взятки. И когда я вот это все вы ее имею, то что со мной сделают? Вы догадываетесь? Меня трагедия, закрыли заморозную кухню по месту и поставили диагноз на регионную инфекционную сельсию. Я в комиссии говорю, прощу, я официальный турец, я выявил преступление. Вы зайдите ко мне на воду в кухню на дуру. Я натушу заявление, они в глаза, от вас бред, от вас правление болезненно состояет. Вы должны уничтить. Если я в большей победу по рампу врачу, да, у меня были какие-то чечки все расспорства, после накрытия любого, чтобы затратить, они заморозили меня на выгнанку. Я не пью, не пью. Вот отначально говоря, Долий Викторович, у меня, я же в четверг, Долий Викторович, из Запорожской области. Я сейчас депутат на районном совете, права комиссии по вопросам законности и по господственной столицы. Третий раз местный депутат. Я четыре раза заходу кандидата на районном совете, потому что вы тридцатного года на борьбе, что-то корруппировано эти ядры. Я себе дал слово офицера тридцатного года назад, победа и смерть. Когда их присажали, когда погиб, я не вступлю. И тридцатного года на борьбе. Я сегодня сюда прыгал, но даже прав. Сейчас по диагнозам пройдусь. Какой-нибудь рассмотрим поставлен диагнозом. Ну, и вот. Полиция на выправу, больной, бред, инсулин, что вы не отбили, приказывают меня на кровати, вену. И с вами выводят в дом, выводят осознание и теряют, потом уже после думать бы так, выводят меня с этой комнатой. А я же понимал у нас право на то, что мы ее. Я же, наверное, не считаю осознанием, что даже тут права не остаться. Я потом говорил, я же не глупый человек, я же юрист, я же медицинер, надо молчать, надо выйти из этой больницы, потому что там уже решетки, двери на сапах. Я хотел сбежать. Я же понимал, что я же поймаю, не заходит потом на всю жизнь. Один угол, я буду другому на всю жизнь, что-то не понял, я понял. Я же не глупый человек, но надо выйти, потом я разберусь, я все равно доказательный указ, я только хожу, я же восхитительный преступление. И через два месяца меня выписали, на меня не каждый будет переписываться в гост, уволняем меня с полиции, я оказываю, меня не помогаю, меня доверяю. Если бы Путин вам поговорить, мне говорят, вы что, где-то населиться в милиции, мы вас еще раз закроем, еще хуже деятельности, оттуда не выйдете. Увольняют меня, я здесь уже 11 лет, мы берем ту книжку полгода, и хочу увольняться, где-то в фаршерской институте третий протокопов. Двум кандидатами, один Минумска, Бануцкий и Назарчук рассказывают. Они говорят, можно думать о перерисуне психогенной реакции, но не маникально прогрессивны. Я потом институт, профессора Глубкова, помню, уже в запросе в области, Олег Закаревич, завпыль, запросе института, он не выносит заключение, оно не с собой, если он не привез, нет никаких оснований и думаешь, что маникально где-то сильный эффект живет добрее меня, что на почве близкое признание появилось только депрессивное расстройство. Я обращал к другу, меня не дяло, что я разогласил, как мы реактивны психоз, тут депрессивнее переносит не меня. Ты опять одеваешься? Макея еще раз, еще раз кубая на закрой шепоти, что ты оттуда не вы. Я не думаю Киев про депрессивное пусынов живой, не живой на годах 32 года назад я консультирую на эту правду рассказываю. Думаю, как с собой, если я рассказываю преступления, выявил, по тарелям, ну, во время и все. Мы работаем с депрессивной диагнозом третьей диагнозом. И в того же четыре разных диагнозом психиатра. И переносу не отменились терапевтисты диагнозом, а когда как витал по службе, я из выпуски я рисую на диагнозском отделении ставят нервы цикулярной дистонии на гипертинском типу. Выхожу на работу, когда не продолжается сердце, давление, лечу ботинского железа поможем. И нервы цикулярной дистонии посмешатом уже титул. Уже гипертинском посмешатом. А через неделю у меня на древних психиатрии, как я рассказал, нерву сказал, манигал депрессивный. Тут было не дистонии, тут манигал депрессивный. А откуда взялась уважаемые врачи-слушатели? Безупредел на лучших 9-летний прозвон на дуле до 5-7-го врачей. Мне сказали, манигал депрессивный снимает полу снюх, но старая гипертинская болезнь рождали с перенесенными мне психотечным статом. Почему мне, потому что мне тогда сейчас страшно скажу, буду правдовать до самовыслов довели. И от 27 лет офицерный лиц и мужчина не будет признал для расправы. Врачей он для него скрыли. Я же офицер гонил. Пошел по богу в услугу. Там сумасшедшие. Он поднимает. У меня врачей поверили. Я сказать, не могу. Я не выиграл 27 лет не днежно порасправить, я сделал побыль на сомбийство. Я остался жив. Но я попал, слава богу, в нормальную полицию, в мелодорийское отделение, два года начался, опять, и гораздо перенесло в ногах. К сожалению, если я травманов получил, это мой счастлив, что я не попал в стены. Если бы эти травмы не получили, если меня территорию закрыли, то мне там порчили. Мне там порчили, а также нормальная полиция. Тут здравом у меня, всегда мне описали какие-то у меня психозы и так далее, и я был в стены 32 года. Так вот, на сегодня у меня диагности психические еще поставили, психические, теракотические, и, в принципе, отболезь, в той сезап и в той, откуда, если у меня двойки спине нацелек параллельной станции, в основном норме, сердце в норме, я в суде, в клубановой суде докажу, откуда вторая стадия 32 года назад в офицерной лице не сердитесь, но я вас прерву. Нам надо заканчивать, и я прерву вас, потому что в целом ситуация... 32 года борьба, я жизнь превратилась в нормальную жизнь, в эту борьбу. И, кстати, я скажу, как юрист, как официальная лица преступников психиатрии. А если бы они были нормальные врачи, да, мне надо было доказание расстройства психики, сказали, мы вам верим, мы вас тут подпечим, напишите врачи, не бред, больной, инсулин, диагноз и так далее. Не сердитесь, не сердитесь. Однажды. Однажды. И все-таки, выступления совершаются. Спасибо большое. Спасибо большое. Хотя так хоро, как и сподобцы, на все есть и умение. И все-таки, сейчас, сейчас, после такого плавенного выступления, я скажу два слова, и дальше будем обсуждать вопросы. Я хочу сказать две вещи. Первую вещь. Кто в этой ситуации болен? врачи, милиция, общество, спасибо, общество больное. И лечить нам надо с вами общество, потому что общество, в котором нормальным считаются криминальные способы достижения власти, а власть нужна только для того, чтобы получать взятки, никогда не породить здоровые психиатрии. Первое. Второе. Ну, многие здесь сидящие, вон, группа девушек, меня в поддержке, я их числю теперь, они знают точно. Был такой психиатр, психоаналитик, создатель в общем первой дистанциальной терапии, доктор Франко. Этот доктор провел год в концлагере, написал об этом книгу, все вы это знаете, но меня, я все время вспоминаю, это я для вас, я все время вспоминаю его беседу со священником, он вспоминает, как однажды к нему пришел священник католический, и они обсуждали, можно ли простить надзирателей в концлагере, палачи. И Франко сказал, я уже простил, а священник, священник сказал, а я все еще не могу. И тогда Франко ему сказал потрясающую вещь, для меня принципиально важно, слушайтесь только, он сказал, значит, ты еще в концлагере. Вот эта борьба имеет значение только для вас, и вы имеете право ее вести, но она вас истощает, и сводит вашу жизнь к этой борьбе. Если бы вы написали хорошую книгу с описанием стоп, нет, все, вы сказали, если бы только не написали, там материалы есть, все расскажем, как бы и проанализировали, можно вместе с кем-то, что же должно происходить в обществе, чтобы такое случалось с людьми, и назвали там все их имена. То вы бы ушли из этого концлагеря, а то вы, когда боретесь, все время чувствуете себя в психбольнице, а нужно быть выше этого, нужно быть выше этого, потому что главное это учиться быть человеком. Да, потому что как бы вот с чем мы боремся, в то к сожалению и превращаемся. Да, ну как бы как сказать. Может быть на этих аплодисментах и вам и мне стоит закончить, потому что два часа уже почти сидим. Вы не устали? Можно, 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 а? Я сам не надеюсь, можно сказать, а создание этих предоставленных центров, а мне нравится такое ступень, как где конечно, где психиатрически конечно, конечно. Я вообще считаю, что многое очень можно изменить, если как бы сформулировать конкретные цели и их добиваться. Сейчас я предложу. Простите. так. Насколько вообще есть какие-то основания, насколько они вообще одинаковые оттапки в плане восстановления диагноза, в плане назначения лечения, это первый вопрос. Другой вопрос. Может быть, вам здесь какие-то данные, есть элементы, вообще есть говорите, что ситуация практичная, она не здрава, как раз существует тренатива, как вы сказали, читатели, что может быть тренатива или гипотозного лечения? Хорошо. В области психологии, я не знаю, какие-то у вас там. Хорошо. Есть симпатии с уровнем духовной, института, когда вы понимаете, что в основном общество, скажем так, доверие религиозным институциям, оно намного меньше, чем в 50% Нет, нет, я хочу вам сказать, что я, к сожалению, российским духовным институтам не доверяю. Вообще, я считаю, что вопрос доверия и недоверия я хочу сказать, что вообще, тут же правильно очень дама, простите, я не знаю, как вас зовут, очень правильно сказал, я и вас призываю испытывать доверие не к институтам, а к человекам. В любых, понимаете, любой общественный институт, это так или иначе институт, ну, хотя бы отчасти, но институт подавления такой принудительной нормализации, понимаете, какая штука. А внутренне свободным может быть только человек, вот доктор Кузнецов, которого я не знаю, да, как бы такие люди бывают, найти их можно, альтернативы есть, потому что, ну, вот у нас, скажем, Иркутская кафедра психиатрии, с очень, я, на самом деле, считаю, что огромная часть проблем связана с выработкой для меня, я, я как бы, я один из авторов глицина, может быть, кто-нибудь знает этот препарат, но один из, это не я его в одиночку придумал, боже мой, боже мой, глицин, и я вообще всю жизнь занимаюсь аминокислотным подходом, и есть несколько кафедр, которые считают, что в общем, в условиях гипоксии мозг вырабатывает антигены к некоторым собственным белкам, часть аминокислот не усваивается, и из-за этого возникают многие психические феномены, которые, ну, как бы, всегда со времен Крепелина относились к шизофрении, то есть, вот это вот самое раннее юношеское слабоумие, как это называют. Реабилитационные центры имеют огромный смысл по той простой причине, что на самом деле Крепелин, ой, фу, Крепелин, Блюэллин, автор концепции шизофрении, и не стоит забывать, я просто уже столько раз повторял это в Киеве, что я не знаю, насколько это интересно вам уже, эта концепция, надо понимать, что это литературная метафора. Шизофрения это по определению болезнь с неизвестными причинами. Как только причины становятся известными, она перестает быть шизофренией. Она перестает быть эндогенным заболеванием. Понимаете, какая штука? В этом секрет, это тайна страшная, потому что все поиски причин и никакие анализы не имеют никакого значения, потому что болезнь, для того, чтобы психиатр ее лечил препаратами, должна быть таинственной, загадочной. А описание болезни это литературная метафора. Ну, представьте себе, ну, правда, люди, медицинский диагноз, которые описываются следующими словами. Раскол чревного разума. Это определение шизофрении по Блёйлеру. Раскол чревного разума. Кто такой чревный разум? Кто его расколол и зачем? Автор не определял. Но надо отдать должное Блёйлеру, он был психоаналитиком. Он не был, там тогда не было как таковой психофармакологии. Но и то автор, автор в конце жизни писал про свой же выработанный индиагноз. Он писал, книгу написал предупреждение о запрете по-моему злоупотребления использованием лекарств при лечении шизофрении. Это он же сам написал? Да. В этой книге он доказывал то, что я видел очень много раз в жизни. Что если человека не трогать, поддерживать, пытаться работать с его разумом, как бы соотносить его восприятие с реальностью, то то, что кажется психиатру тяжелым смертельным психозом, через год проходит, не оставляя следов. Вот о чем писал Блюев. Он писал о том, что, видимо, бывают маски шизофрении, которые снимаются сами собой по мере гормонального роста. Но это примерно 37-й год, и тогда этих книг у нас уже не переводили. Да. Да-да. Я думаю, что со временем нашего общества дороскутся до того уровня, когда многие антихнические заболевания вы не будете считаться заболеваниями, а люди будут считаться, просто не такой, как все, другого, где-то чаще его нужно лечить. Ну, и опять говорится про толерантность и про способность понимать и в общем любить друг друга. Да. И до этого мы явно еще не доросли. Поскольку, конечно, психиатрия вместе с субъективной диагностикой и вместе с диагнозом метафорами это инструмент власти. Конечно, в том числе, не обязательно политической власти, в том числе это способ получить личную значимость и чувство власти самим врачом-психиатром. Это власть над человеком, которая захочу сделаю слабоумным, захочу отпущу на волю. Знаете, сколько сейчас не знаю, но знаете, сколько у нас денег раньше брали за выписку? Представляете? Вот в другой медицине платят за лечение, а в психиатрии за выписку. И все, и дальше можно не разговаривать. Вот и еще я добавлю в поводу того, что вы в генеральности у вас любви права в том же писании пишется, что лока за лока, друг за друг. То есть тут и все так нет, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Давайте не будем путать ветхие с новым заветом. Да, мы все-таки живем в эпоху вроде нового. Пока. Поэтому давайте мы с вами съездим, обнявшись в Израиль, и их спросим там. И око, за око, и зуб, за зуб, это то, что уже отрицал и ветхий завет тоже, хотя там такие мотивы всплывают. я хочу сказать следующую вещь. Первое. Это говорю не я, понимаете, не я, а это текст одного из главных православных авторитетов 20 века, старца Силуана имею в виду. Это глубоко уважаемый человек на фоне России. Сейчас просто мы эти авторитеты забыли. Вот, а что касается нас, ну, я просто считаю, я называю то, что нужно, очень нужно нашему обществу, но я для себя условно это ограничил как некую работу с общими понятиями. Ну, например, сегодня родители не могут объяснить молодым людям, вот меня вчера ребята военные спрашивали, спрашивали военные, они спрашивали, чем любовь отличается отвлечением или желанием. Мы должны работать со своими представлениями, например, о том, что такое нормальный человек. Тут у нас в ГКТЧ возникла некая идея, я надеюсь, что мы через некоторое время вам ее представим. Ну, я имею в виду те основные понятия, которые мы должны продумать и вместе разделять. Я их называю основными принципами жизни. Если вы хотите мои сумняшиеся мысли по этому поводу послушать, то моя программа называлась когда-то «Серебряные нити». Конечно, в русскоязычной секторе интернета есть сайт, который называется «Серебряные нити». Он очень бардачный, но там прямо на первой странице можно найти все книги, которые я написал, и статьи, конечно. И там есть канал на ютубе, которым я как бы передачу закрыли два года назад, я оставил себе канал на ютубе для своих, для тех, кто хочет вместе подумать. Там есть такой цикл коротеньких сюжетов, лекций, которые называются «Ключи к подлинной жизни». Я уже забыл, как называется, уболтался. И там есть масса других разных сюжетов, лекций, вы можете выбрать, посмотреть, написать, оставить какую-то связь, и мы можем что-то обсудить, в том числе по вашим просьбам тоже. Я, наверное, закончу сейчас, я тоже закончу. Ну вот, мне кажется, очень перспективный это антигенное представление участия какой-то психических заболеваний и исследования в этом направлении. Я пытаюсь коррегировать эти вещи, давая человеку отдельные аминокислоты, это совсем безвредно, как вы понимаете. А есть кафедра, которая пытается работать с системами антигенов, то есть убирать воздействие антигенов. Она, по-моему, в Иркутске, Иркутский мединститут, подальше от центра. Есть очень интересная, тоже, видимо, связанная с этой структурой американская работа по лечению колоссальными дозами витамина В, я считаю, ее обоснованной, но тоже в силу своих обменных размышлений. В общем, некоторые работы есть, и как бы просто, ну, как сказать, поймите, любая научная работа, она как бы направлена против сектантской деятельности, а ведь, видите, иначе, чем сектантской деятельностью постановку диагнозов на основании описания в виде раскола чревного разума никак не назовешь. И как бы, конечно, все это наталкивается на колоссальное сопротивление, ну, все равно же поток разумного человечества остановить нельзя, и нам важно, чтобы вы нас поддерживали, интересовались, общались с нами, мы, наверное, что-то будем делать здесь и на там на фейсбуке ГКПЧ какие-то устраивают встречи и размещать какие-то видео и тезисы, не направленные против, а направленные именно на то, что же нам делать, да, потому что, ну, согласитесь, для того, чтобы, например, внятно описать вам антигенную, скажем, проблему, мне нужно потратить еще часа два, и то я не уверен, что вы все поймете, в зависимости от специальностей. Как бы нет смысла терять надежду, но самое главное, что мы должны научиться понимать, это мы должны научиться реагировать на глупость. Сейчас я дам, обязательно, не волнуйтесь. Я хочу сказать следующую вещь. Я тоже ее в приезд много раз повторял. Я хочу сказать, что однажды к Хаджану Средину пришел расставщик Джафар и сказал, ты великий врач, давай ты вылечишь меня от всех болезней. А Джафар был, у Джафара был огромный горб, он был хром на одну ногу, и у него не было одного глаза. И Хаджан Средин сказал ему, хорошо, только собери всех своих родственников. Он собрал всех родственников. И Хаджан сказал, сейчас я его закодирую, ой, извините, сейчас я избавлю его от всех болезней, только при этом все родственники не должны думать о белой обезьяне. И как назло, блин, что ж такое? Никто даже не знал о том, что вообще бывают на свете белые обезьяны. А тут она лезет в голову и лезет. Ну, не вылечили, в общем, Джафара, конечно, сами понимают. Все знают эту притчу с детства, все знают. Я вам хочу сказать, люди, не будьте дураками, когда вам говорят, у вас смертельное психическое заболевание, вы только не волнуйтесь. Вы почувствуете, что вас заставляют думать о белой обезьяне и у вас станет спокойно на душе. Хорошо? Давайте с этого начнем, а потом будем обсуждать детали. Я вас слушаю, вам последнее слово. Спасибо. Александр Геннадьевич, я хочу рассказать о большинстве с большинства большинства интересного лица. И по-моему, Иван Павлович, вы сказали, что вы не будете сегодня с лекарствами для врачей? Нет. Нет, боже упас. Я готов. Нет, идея такая. Врачи это самая ригидная следа. Я готов работать с психологами сколько хотите. Если к ним присоединяться врачи, я буду счастлив. Но я буду с удовольствием. Если вы соберете в Киеве группу, если посмотрите эти видео, я радостно приеду и проведу тренинги. психологические камеры содержали общее направление. Общее, наверное, я его назвал уже. Я считаю, что мы должны договориться об общих понятиях и научиться их чувствовать. Мы должны договориться о том, что такое счастье, что такое эмпатия, понимание и поупражняться в этом. И тогда мы начинаем понимать друг друга. Потому что, когда мы бросаемся общими словами, типа любовь, то каждый имеет в виду что-то свое, девичье. И нам очень просто подсадить туда белую обезьяну. Как-то так. Спасибо. Первый контракт психотерапевтические методы вы используете или членов? Только их используете. Какие под руку попадутся? Ну, вообще, да, на самом деле понимаете, какая штука? Это тоже еще два часа. По той простой причине... Дело в том, что каждый психотерапевт, каждый психотерапевт, он берет из огромного опыта мирового ровно то, что близко его душе. Вот. Поэтому, конечно, я использую какие-то когнитивные элементы. Конечно, и вот книжка, которая... Тут у нас мало экземпляров осталось, но есть. Прошечная брошюрка по депрессиям. Я пришел в отчаяние, и решил написать... Да, депрессия для меня это такая мысль. Может кто-нибудь догадаться, что за мыслью является депрессия? Все талантливые психологи сидят. Умницы, просто красавицы. Комсомолки, спортсменки. Я хочу сказать, что... Конечно, когнитивные элементы когнитивной терапии. Конечно, элементы НЛП. Но так как я по любви своей юнгианец, то я очень часто работаю с мифами и с какими-то похожими структурами. Вот. Я считаю, что человек... Вы знаете, я очень люблю правду. Я очень люблю Таро. Но я юнгианец, я очень люблю системы-символы. Я считаю, что от человека психолог должен учиться получать иррациональный материал. Потому что если иррациональный материал человек выдаст в текст, картинку, то тогда ему не надо будет сходить с ума. Потому что он его выдаст и не будет удерживать внутри. Вот. Что такое депрессия? Я же обещал какую-то депрессию. Нет, хотите, я вас отпущу. Все, все, все. Все, все. Вот. Я хочу сказать, что я когда-то однажды понял для себя, что на самом деле депрессия это патологическое обобщение. И когда вот это понимаешь, начинаешь понимать, как работать с депрессией. Депрессия это некоторая мысль всем знакомая. Меня никто не любит. Я старый и поэтому никогда. Маша ушла и я больше никогда ничего никого. Как только ты начинаешь учиться переходить от вот этих обобщений к конкретному описанию тяжкие депрессии, которые лечатся бешенными дозами антидепрессантов, десятилетиями. И никак не лечатся, все никак не лечатся. Все едят, понимаете, великие парадоксы, внушение, внушение и самовнушение. Люди десятилетиями едят антидепрессанты, по-прежнему, по-прежнему сидят в депрессии и продолжают есть антидепрессанты. И по-прежнему сидеть в депрессии. И есть антидепрессанты. И по-прежнему сидеть в депрессии. Спасибо вам, что пришли, а то я сейчас закольцуюсь и буду как паровоз повторять одни и те же фразы. Хорошо? Просто вот серебряные нити ру или серебряные нити, я не знаю, сейчас скажет Настя что-нибудь скажет, что она что-нибудь скажет, что я буду регулярно вместе с ГК ПЧ Киева. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо нашему вектору. Был очень 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 благодарен.